Завершение научного года и начало каникулы у них супало с великим юбилеем 10 ансамблю танца «Мулитарынка» 40. Танцевальная группа объедула артиста у разных взрослых. Усеяны дети и унуки выкладчиков Белдярж университета. Для многих детей танец после закончения школы стал выбором на все житье. За ансамблем познайомилась наш корреспондент Наталья Бардиловская. Может, цукерки из дуба артистам есть и не зусим дозволено? Но какое свято без ласунков? Солодкий стол для этой дятвы с на годы закончения научного года, початку каникул и по причине юбилея. Круглая дата у коллектива, который собирает охватных танцевать и сябровать. 40 лет тому на базе Белорусского государственного университета был створен детский хореографический гурт, который назвали «Литарынка». «Литарынка» – название коллектива походит от алфавита. И хоть у дельника у дэнс-гурта удвоя больше, чем литар, у списей именов и прозвища представлены у весь рад голосных язычных. Сегодня у коллективе 60 детей, взрослых от 5 до 15. Это, когда не лечить батьков, бабули, дядуль юных артистов, они так само приходят потанцевать. Гурток профильный, тут займаются дети-выкладчиков в БДУ. Часом до занятков, в яке, между жителями, абсолютно бесплатные, долучаются и сами выкладчики. В веселом карагоде можно сустреть и доцентов, и профессоров. 40 лет назад, это в 81 году, был организован коллектив. Многое поменялось, как и репертуар, и состав. И сейчас могу похвастаться, что у нас, даже когда я пришла работать, выпускники того времени уже приводят своих детей. У нас есть прям целые династии. Также могу отметить, что в нашем коллективе в номерах танцевальных участвуют не только сами дети, активно и папы, и мамы, и бабушки. У нас есть свои традиции, обычаи. На Старый Новый год ходим в кафе, к нам приходят выпускники. Несмотря уже там, когда проходит много времени, если включаем фонограмму, прошло там 20 лет, они становятся и танцуют точно, безошибочно. Когда, не зря говорят, что да, это уже отложилось в голове, да, и когда слышат музыку, то замечательно все получается. Как будто бы и не уходили. Хобби, якое для когостей становится профессией. Некоторые выпускники «Литарынки» поступают в Университет культуры и в остатку, как стать дипломованным танцором и хореографом. Шмат былых удельников у «Литарынки» в складе заслуженных ансамбля «Крыжачок». Завалось бы аматорское объединение гурт ВНУ, мая свое гучное имя, резонансное выступление и перемоги на республиканских и международных дэнс-поборництвах. «Литарынка» смело берется за любой репертуар. У ансамбля три узростовые группы. От гульнявых и танцев сказочными сюжетами до складанных виртуозных танцев народа у света и сучасной хореографии. Побачить, как растевая канальницкая программа юных артистов «Макшима» на что годовом выниковом концерте. «Танцуем Молдавию. Это очень заводной танец. Есть танец «Полька Янка». Это народный танец, и он очень красивый, когда его исполняешь. Есть «Прялиса». Это танец о том, как девушки в зимний вечер пряли и ждали своих парней. Мы исполняем танец «Ух ты, ах я». То есть старшие соревнуются с младшими. То есть младшие говорят, что они лучше, а старшие говорят, что они лучше. То есть мы так соревнуемся, и к концу мы получаются все лучше. «Литарынка» — это не просто коллектив. Это большая-большая семья, где важен вклад каждого. Всем очень много тренируемся, вкладываем сил, чтобы потом получались хорошие концерты, и чтобы потом мы доставляли радость зрителям. Великим концертом отзначила «Литарынка» свой юбилей. После летней паузы, на каникулы, дети снова сострадутся у хореографичной аудитории, как учиться в остатке танца и нести, как у прогожусь людям. Наталья Борзиловская, Дмитрий Чумак и Дмитрий Харкуша. Агентство «Телиновин».